Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкуда с компанией Фортлайф. Специально для наших партнеров компании Амаркетс мы сегодня проведем обзорчик, как обычно, по средам у нас обзорчик по рынку криптовалют. Значит, что по крипте, ребята? Начинаем, как обычно, с битка. Что мы видим по битку? Сейчас цена тестирует зеркальный уровень 21300. Не сейчас, она протестировала, уже находится выше, на самом-то деле. Но сейчас протестировали уровень 21300, отскочили от него, да, и пытается вот закрепиться выше и пойти наверх. Возможно, ребята, не сразу оно пойдет, он может сейчас пойти потом еще раз. Может быть, ретест там даже 20000, но наша зона 18700. Главное идти ниже вот этого уровня, 18700. Если это будет, конечно, перебиваться, то я думаю, что начало нашего такого долгожданного тренда закончится. Поэтому я придерживаюсь своего прошлого сценария. Это розы в зону 26000-27000. Возможно, 32000. Пока что это такая локальная цель, потому что 27000, это уже будет, ребята, реально чуть ли не там 30, это 100% с нижней границы. Это очень много. Поэтому, ну, может пойти еще, может и на 40, ребята. Тут никто не знает точно, я в том числе, я не могу сказать точно, куда он пойдет, никто не знает. Но и шансы на то, что мы будем расти, есть. То есть плюс, если от этого уровня хотите брать, можно попробовать, но уже высоковато. То есть надо было брать где-то 21600, 21700 и со стопом за 21300. Пока что отскочили, пока ожидаем. Пока тут точки входа я пока никакой не вижу. По Аде. Ну, был рост нормальный, спустились. Не дошли до уровня 32,5. Но сейчас вот там есть некоторые новости еще. Написано, что я считал, что киты там многие начали активно добирать данную монету. Активно начали добирать. Поэтому посмотрим. Я думаю, что они начали добирать здесь, конечно, никто об этом не пишет. Они всегда покупают, когда цена снижается, а не когда цена растет. Но если они взяли, ребят, то, конечно же, это, скорее всего, ниже можем не увидеть больше. То есть посмотрим, как будет. Сейчас отскочили, непонятно, что тут делать, честно вам скажу. Есть шансы роста на 42 цента. Но точку входа надо же смотреть где-то на мелком таймфрейме. Возможно, где-то вот отсюда тоже посмотреть ее, типа даже отсюда. Типа со стопом. Но я такие точки не люблю, честно вам скажу. Вот где-то вот отсюда, если понадобится 37 центов хотя бы сходило, там можно было бы. Тут пока вот так как-то на хаю после движения. Ну, хотя импульс хороший, нет отката, наверное, пойдет дальше. Ну, опасная точка. Но смотрите, если кто-то хочет, то можете рискнуть, но обязательно со стопом. BNB, значит, продавили. Там был момент, связанный с бустом. То есть есть там компания Paxos, и они выпускали стаблкоин буст. И получается, что сказали, что там SEC открыли против них дело, что типа это буст, это как ценная бумага должна считаться. И на этом фоне тоже BNB лупанули вниз, там, не помню, на 10 или сколько процентов. 10 процентов, но видите, не идет дальше. То есть, конечно, монета сильная, это смарт-чейн, понятно, у них своя сеть и так далее. Не думаю, что прям что-то с ним случится, если честно. Если с Binance что-то случится, то так-да-да, думаю, могут полить. Если там Binance что-то будет с ним, то может быть такое. Но видите, вот он был уровень 337, да, и я думал, будет 352, но не пошли. Вот четко от уровня этого оттолкнули. Сейчас вот тоже сходили, но начинать выкупать, уже, ребят, тут где-то лезть, не знаю, честно. Сюда уже, скорее всего, можно не пойти, а тут залазить, тут сразу уровни. Я бы уже понаблюдал, но возможно и выкупят обратно все. Такое тоже может быть. Значит, что дальше, что дальше. Так, по Dash у нас тут. По Dash у нас график не активный что-то, это не тот график, который должен быть что-то, я не знаю. То ли он не торгуется, то ли разница в цене. Ну, там цена сейчас выше по Dash. И она реально в тренде, кто хочет смотреть в Dash, ребята, очень сильная сейчас монета. Я думаю, что пойдет дальше. По Dota, Dota 5.7 уровень, 5.7, почти достали. Вот это вот неплохо стоит, честно вам скажу. Единственный момент, непонятно, куда тут стоп прятать. Тут стоп 5.5 далеко, но можно пробовать взять вот типа где-то 6.07, 6.05 и стоп 5.85. Вот сюда поставить, 5.82 даже, 5.83 за этот лоу. Можно попробовать, тоже очень неплохо смотрится. На самом-то деле выкупали, плюс, ну, Dota реально сильная монета, полка Dota. И, значит, думаю, что может легко сходить там в зону даже там 10 долларов. Ну, в ближайшее там время, в месяц-два. Может даже 15, тут никто не знает. EOS. EOS там набирался, я, кстати, его смотрел. Тут очень красиво стояли 1.03, видите, пробили, всех вынесли. Пытается закрепиться обратно. Если сейчас сумеет все-таки закрыться там на дневке, и чуть постоит, можно попробовать 1.03 взять лангец. Со стопом за 0.98. То есть, да, и тут рост 1.20, первая цель, но я думаю, там он выше. Думаю, 1.5, 1.8 будет цель. По эфиру, эфирчик у нас откатился от уровня. Помните уровень, раз мы проведем ранее. Смотрите, не смог закрепиться выше, откатился. Сейчас стоит внутри диапазона. Ничего здесь не поменялось такое. Стоит внутри диапазона вот здесь вот. Типа от ланга можно, ребят. Ну, я бы смотрел уже выше 1700, вот реально. Там уже будет тогда четко и зону где-то в 2. Вот сюда будет цель. Вот эта цель следующая. Это 2.0.20. 2.0.20 зона. 2.0.20. Ну, вот это будет рост. Поэтому здесь, ну, неплохо после отката, конечно. Но уже сейчас брать, то стоп высоко. Сейчас она 1551, и у нас получается 100 долларов стоп. То есть, это выходит где-то 6%. Ну, многовато, многовато. Надо либо откат, либо смотреть где-то в другой точке. Лайткоин, халвинг скоро, значит. И пока прет. Смотрите, поглощение обратно. Все выкупили. То есть, 4 дня такое было непонятное. Сразу одним днем все погасили. Смотрите. И сейчас посмотрим. Думаю, выше 100 тоже пойдет. Ну, там цель где-то зона, наверное, 130. Вот это 125-145. Возможно, даже и 200 будет. Посмотрим. Не знаю. В прошлый раз тоже был нормальный рост. Смотрите, вот здесь. Вот с 22 на 140. 7 иксов дал. Пока, видите, тренда нет. То есть, широкий ренч. Последних, вот, там, 5 лет или 6. Широкий ренч у этого инструмента. Лайткоин. У меня когда-то позиция была раньше. Я брал еще его, был по 8. Здесь часть был закрыл. Сейчас я ставил. Вот это все пересидело. И потом выше хай от 380. Ребята, вот тут 6. У меня был выход вообще просто на хайюм. Я там товарищу просто есть подсказал. Говорит, выйди выше хай. Вот это максимально. Я взял, закрыл и все. Всю позицию закрыл. И потом пока, пока понаблюдаю. Ну, сильная монета. Думаю, что еще пойдет. Но, ребят, смотрите, тут внимательно. Уже откатились. Я уже не знаю, где-то заходить, если честно. Может быть, где-то на часовике. Ну, может тут. Ну, такое себе, честно вам скажу. S&P. Вот S&P, ребят, пока что... Ну, пробили линию нисходящего тренда. Это вот очень важно. И значит, сейчас вот откатился. Пытается что-то набрать. Сходили тут какое-то движение. Пытается пока неопределенность. Но, скорее всего, ребята, пойдем дальше. Возможно, какой-то откат на 4 тысячи может быть. Но думаю, что пробой такой нисходящей линии тренда, которая была у нас 21-го года. То есть, 22-го. То есть, целый 22-й год мы падали. В 23-м, видите, пробили. И вот сейчас может пойти наверх. Думаю, что какой-то рост мы все-таки увидим по S&P 500. S&P 500. Думаю, какой-то рост мы увидим. Дальше. Что у нас еще? Соланка. Ну, Соланка, кстати, тема классная. По 9 долларов надо было брать. Как говорится, да? Ну, уже все. Уже все. Значит, вот с 90-ти в целом неплохо. Там уровень есть, смотрите. Вот с 20-ти это вот эта зона, с которой был резкий выпуск. Смотрите, вот она. Видите, ее могут пилить, конечно, но с 20-ти вот это был, кстати, перехай и зона, с которой как раз набиралось. То есть, 20 долларов. В целом, можно его посмотреть с 20-ти долларов. Можно его посмотреть с 20-ти долларов, то есть, вот отсюда. Но моя, я бы, конечно, хотел бы купить где-то по 16-15, если дадут. Это если будет. Здесь тоже неплохо с 20-ти и со стопом там получается 19-5. То есть, очень классно. Вот если вернется, там можно даже 20-5 попробовать, а не доллар стоп. И попробовать. У 20-ти 6-ти даже нормально можно забрать, если что. То есть, вот саланка неплохо, но только формация такая. Хотя, вроде бы что-то набрали. Думаю, что цель будет 38. Вот сюда должно сходить. 38-39. И дальше посмотрим. TRX. TRX. Что у нас? TRX. А TRX, кстати, ребята, выходит вот наверх. Вот это тоже интересный момент. TRX. Выходит наверх, кстати, вот после такой консолидации. Тут классно стоит. Но если этот треугольник, конечно, выйдет вниз, то это будет ему, конечно, плохо. Если вот этот весь треугольник. Очень неплохо тут вот набрали позицию. Если пойдет наверх, то это может быть очень хорошее движение. Очень хорошее. Но это долгосрок, ребят, понятное дело. Сейчас может быть все что угодно. Ну, видите, сильнее рынка прет против рынка. То есть, биток на месте и там альтачу снижается. Им вообще пофиг. Этот идет. Дальше. Lumen. Что у нас по XLM? О, Lumen, кстати, тоже хорошо откатился. Вот уровень, который мы с вами хотели. Обратите внимание. 0,081. Вот это уже что-то. Вот это можно смотреть. Я бы где-то, если брал бы 0,082. 0,082 и стоп 0,081 тут. То есть, ну, вот это вот. Если откатиться сюда еще раз, можно попробовать взять. Лимитная заявка. И цель можно вот 0,083 и 0,099 вот сюда поставить. Вот это, кстати, хорошо. Lumen смотрится. Хриплый, риплый, риплый, хриплый. Пока что тут все набирается. Там решение по секу, по судебному заседанию, по судебному вопросу как раз. Вот этим всем моментом. И получается снизили. Тоже тут весь набор, ребята, с мая месяца набирается. Рипл, думаю, где-то улетит. Ну, когда? Может месяц, может два, может год. Может два года еще стоять. Бог его знает. Но то, что он пойдет, это точно, ребят. Вот это вот. Вот я что-то такого типа ожидаю. Вот такого вот. Тоже вот похожая очень такая ситуация, как здесь. Вот рост там в 20 иксов. Думаю, что вот похоже, что там может быть. И где-то рост там на 6 долларов. Вот это будет уже нормально. Видите, здесь стояли, потом тут опять стоят. Не снижается даже к этой зоне. То есть раз набор, два набора. И он очень длинный. Думаю, что риплый. У меня позиция есть. Я еще давно брал там по разным ценам. Еще брали мы, ребят, чтобы вы понимали. И вот здесь вот. И вот тут. И тут. И здесь. И все здесь. Докупали. Там нормально набрали. Ну, я думаю, что мы сейчас минусы сидим. Даже не считал. Но я думаю, что там средний заход где-то 0,6-0,7. То есть сейчас мы сидим в минусе. Поэтому это долгосрочная позиция. Я там сильно не напрягаюсь. То есть где-то там по 6, по 7, по 10 долларов. Если будет, буду крыть. Пока что посижу, понаблюдаю. Думаю, что можем увидеть. Можем увидеть. У нас порядка где-то 5 тысяч монет. Ну, не так и много, конечно. Но все равно. Что-то есть. Значит, что? Поехали дальше. И Тезос еще. Так, что у нас Тезос? Тезос у нас пока что пробило вот здесь вот этот самый. А, протестировали вот зеркальный уровень. Вот это тоже, кстати, красиво. Смотрите, 1,01. Вот можно и стоп сюда. Это если вернется, ребят, смотрите. Вот можно попробовать. Ведь еще чуть мы... Вчера надо было обзор делать. Вот смотрите. Вот это вот. 1,01. И вот получается, чуть он ушел. Конечно, сейчас 1,06. Но в целом, как бы, это стоп. Ну, стоп сейчас уже 6% будет многовато. Ну, вот тоже прикольно. И кстати, это очень классно состоит. Думаю, что дальше еще какой-то прострел будет. Ребята, пишем комментарии, ставим лайки. Подписываемся на канал. Кто хочет получить хорошие условия, переходите по ссылке. По торговле, значит, в компанию Маркетит и Крипта. Есть и есть Форекс, есть там акции, фьючерсы. Все подряд. И нормально держит терминал. Мне, кстати, этот терминал очень нравится. Он, конечно, старый такой, да, но он зато очень надежный. Он не глючит вообще. То есть я когда там, например, в Binance, там уже захожу там в терминал ихний, я перезагружаю за день раза 3. Потому что если ты раз где-то там комп поставил на сон и потом перезахожешь, у тебя там заявки не снимаются, но у тебя написано, что не снимаются. Надо постоянно перезапускать. Тут удобно. Плюс есть связанные заявки. Очень классно, типа все работает. Старенький, добренький. И мой мета-трейдер. И надежный, самое главное. Ну и компания нормально, то есть видите, мы с нашим партнером с ним работаем. Пока никаких проблем не было, скажем так. То есть если будут проблемы, ребята, буду говорить. То и вам, и ребятам Самаркет. Чтобы вы понимали, я всегда честно. То есть я не буду там никого прикрывать. Если какая-то ситуация, если какие-то будут вопросы, буду всегда говорить. Все честно. Все как бы на личном таком доверии и так далее. Поэтому, ребята, аккуратно ставим стопы, подписывайтесь на каналчик. Будем выходить здесь обзорочки. Кому интересно, смотрите. Каждую среду выходит обзор здесь на канале. Поэтому всем хорошего дня, прибыли и профитов. И на связи. Всем пока, ребят.